Давайте приготовим булочку брьяш. Та самая булочка, которая идеально сочетается с нашим мясом и со всей этой начиночкой. У нее слегка такой сладковатый вкус. Она на основе сливочного масла. Невероятная вкуснятина. Можно вкуснуть ее просто так, без всякого бургера. Просто можете приготовить хлеб с маслом, сырочек, горячий кофеек или чаек. Мама родная, это просто невероятная вкуснятина. Стандартный стакан. Молоко 50 мл. Если будет 70, это не страшно. Обычное жирное молоко 3,5%. Набираем горячую воду. Температура должна быть в среднем 40 градусов. Сухие дрожжи 7 грамм. Все высыпаем в наше 40-градусное молочко с водой. Чайная ложечка соли. 2 столовых ложки сахара. Я, как всегда, использую тростниковый. Смешали в сторонку. 450 грамм обычной муки. Сливочное масло 100 грамм. Отправляем в муку и растираем его. Очередной фокус-покус. Конечно. Обычно булочку бряш масло вбивают уже в тесто. Чаще всего булки для бряш делают именно в миксинге планетарном. А я хочу показать вариант приготовления булочки. Вот самый простой. Как обойтись без миксера. Совершенно верно. Получается крошка. Крошка, да. То есть масло полностью вмешать в тесто. Покажи крошечку. Видите, она жирная уже такая. Посыпью. Мелкая крошка. Так, наш состав. Дрожжи, сахар, соль, молоко, вода. Пропорции вы уже все видели. Отправляем. Яйцо. Все смешать. Как вы видите, составчик не слишком богатый. И не слишком все замудренно. Правильно? Тесто у нас с вами получается достаточно такое жидкое. Муку не досыпаем больше. Сейчас самый неприятный момент. Его немножко надо вымесить. Вы скажете, елки-моталки, а как же его месить-то? Вот такое вот все, жидкое. Если у вас нет такого приспособления, обязательно приобретите. Вот эта вещь, она очень и очень удобная. Вы же обратили внимание, как часто я использую для овощей. Вообще, эта штука именно для теста. Так, вот так вот. Петро. Да. Удобно это. Да, очень удобно. Мы сейчас с вами делаем глютеновую сетку, для того, чтобы тесто у нас с вами получилось эластичным, воздушным, мягким. Так. В принципе, 5 минут вполне достаточно. Наша миска. Отправляем. Тесто готово. В мешок. Так, чтобы не было доступа к воздуху. Воздух. Да. Я разогрел духовку на 40 градусов, не более. Отправляем в духовку, ну вот, или в теплое место, если у вас таковое имеется. На час 20. Нам необходимо, чтобы тесто увеличилось как минимум в 3-4 раза. Друзья, наше тесто подошло. У меня прошло в среднем час 25 минут. Посмотрите, что у нас получилось. Вау. Красавица, да? Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, у нас здесь 850-860 грамм. Из этого количества теста у нас с вами получится 8 прекрасных булочек. Диаметр 10 сантиметров. Но для того, чтобы у нас получились булочки все одинаковые, необходимо тесто взвесить. 105-107 грамм. Ориентировочно вот такой вот вес. Плюс-минус 1-2 грамма, конечно же, это не будет заметно. Что мы делаем дальше? Вот, смотрите. Берете кусочек теста и накручиваем, накручиваем, накручиваем. Колобок, колобок. Накатал его. Отправляем его опять в теплое место. Я отправляю в духовку. У меня там до сих пор держится температура в среднем 40 градусов. Оставляем в духовке еще на 35-40 минут. Также нам понадобится 1 желток и 2 столовых ложечки молока. Мы будем с вами мазать булочки. Ну вот наши прекрасные булочки. Да, давайте заканчивать и будем готовить. Включайте духовку 180 градусов. Разогреваем ее очень хорошо. Разогревайте ее буквально. Вот вам таймер показал, что она уже 180 градусов. Дайте еще минут 10, чтобы она при 180 постояла. Так, чтобы она полностью прогрелась. Как только духовка будет хорошо раскочегарена, мы отправим наши пышечки в печь. Но сейчас мы их будем еще заканчивать. Это еще не все. Пойдемте, смотрите, что я буду делать. Желток куриного яйца и пару столовых ложек молочка. Помните, я вам сказал, что когда мы дали им еще 20 минут на расстойку, чтобы вы их ничем не закрывали. Я сделал это намеренно, для того, чтобы поверхность была более суше и покрепче. Чтобы мы могли с вами сделать вот этот финт и намазать их. То есть они обветренные. Да, да, они слегка обветрились. Чтобы не тащилось тесто за кисточкой. Абсолютно верно. Давайте посыпем их семечками. У меня здесь один к одному лен, кунжут и мак. Духовка готова. 180 градусов. Отправляем на 15 минут без вентилятора. Ребятки, вот посмотрите, что у нас с вами получилось. Ну что, красота? Вау, шикарные булочки. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Красавчики, видите, какие они. Но, к сожалению, вот такие свежие булочки не будут хороши для бургеров. То есть булки сегодня на сегодня это не наша тема. Обязательно готовьте за сутки ранее. Я вам сейчас покажу булки, которые приготовил вчера. А вот вчерашние булочки. Шикарные, да? Вот. Что-то они уплотнились здесь. Конечно, вот посмотрите-ка. Вот. Они у нас эластичные, мягкие. Плотные. И плотные. То, что нужно. Вот они будут сейчас прекрасны для нашего сегодняшнего бургера. Это пока что слишком мягкие. Совершенно верно. Они будут прекрасны завтра. Идем к финишу. Практически все готово. У меня все уже горячее. Планча, вперед. На ней грилуем наши прекрасные булки. Ну? Ой-ой-ой. Очень красиво. Красота, да? Прелесть. То в этих булках хорошо, ребята, они не раскисают. Они держат свою форму. А это очень и очень важно для бургера. Так, сейчас мы с вами их подвелуем. Это наше топленое маслице. Чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Это займет несколько минут. Вот наш соус. Все холодненькое. Овощи. Лучок, да. Бекончик, бекончик. Котлетки. Ну, смотрим, что у нас здесь. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какая красотища. То, что надо. Да. Все подрумянилось. Она хрустящая. Вот. Вся такая прекрасная. Ну, друзья, вот наши чизбургеры. Красавцы. Нереальные вкуснятина. Просто умопомрачительная. Давайте пробовать. Сейчас мы его с вами разрежем и посмотрим, что же внутри. Редактор субтитров А.Семкин